В прошлом году даже самые рисковые инвесторы не решались вкладывать в биткоин. А рядовые граждане вообще не знали, что думать о новой виртуальной валюте. Прошло лишь несколько месяцев, и биткоин-банкоматы уже появились во многих американских штатах. В Лондоне новой валютой пользуются не только политики. Здесь можно просто зайти в кафе, сделать заказ, латы, пожалуйста, и оплатить его виртуальными деньгами. Так что же изменилось? «Мы стали первым кафе в Британии, где принимают биткоины. Мы увидели возможности новой валюты. Она открывает привлекательные финансовые перспективы для многих людей со всего света, для людей из разных слоёв и классов. Это очень приятно». Похоже, Британия – идеальное государство для развития новой платёжной системы. Ведь налог на обмен валюты здесь ниже, чем в других странах. Но биткоин может заинтересовать частные компании не только этим. «Биткоин не предполагает каких-либо комиссионных сборов, и в этом его преимущество для бизнеса. Ещё до недавнего времени купить биткоины было сравнительно сложно. Нужно было переводить деньги, ждать окончания транзакции. Появление банкоматов для операций с биткоинами значительно ускорило этот процесс. Смотрите, операция подразумевает три простых действия. Сначала нужно просканировать QR-код с помощью приложения «Биткоин-кошелёк». Затем ставить купюру и нажать на эту кнопку. Почти сразу же деньги появятся на моём счету». Пусть на словах это легко и просто, многие всё ещё относятся к биткоинам с недоверием. Причина, по мнению экспертов, кроется в незнании того, как функционирует подобная валюта. «У людей нет времени. Они не хотят ничего об этом знать. У них много дела, они не хотят беспокоиться ещё и об этом. Однако, на мой взгляд, они и должны задуматься. Великобритания по праву может считаться центром передовых технологий в финансовой сфере. И заявление министра финансов Великобритании Джорджа Осборна о признании этой валюты, придании ей некоторой легитимности, стало чем-то невероятным». Британский министр финансов уже приобрёл несколько биткоинов, начав процесс превращения страны в центр цифровой валюты. А недавно стало известно, что казначейство Великобритании изучает потенциал виртуальной валюты и перспективы её внедрения в бюджет. Похоже, начало положено. Банкоматов для операций с цифровой валютой становится всё больше. И вместе с этим растёт заинтересованность самих британцев. Марина Косарева, РТН. О деньгах и цифр сегодня. Народная экономика. Здравствуйте. Сразу несколько зарубежных частных организаций начали принимать к оплате так называемые биткоины, виртуальные деньги. «Сминюсты и комиссии по ценным бумагам и биржам уже высказывались в том смысле, что биткоин – законное средство». Электронная валюта, похоже, вышла из тени и некоторые эксперты просят ей большое будущее. Это своего рода добыча ископаемого золота. Только в электронном выражении коин, в отличие от других реальных валют, таких как евро и доллар, не может терпеть инфляцию. «Коин становится эквивалентом. Вот появляется функция эквивалента. То, чем являлось золото или другой драгоценный металл». Эксперты говорят, будущее криптовалюта зависит от того, сколько будет возможности ее потратить. Еще лет десять и мир заживет, словно в голливудском фантастическом фильме. Денег в их привычном виде не будет, только криптовалюта. Торговые операции без денег – это уже стало частью нашей жизни. Будущие валютные системы в криптографии, а криптовалюты – это нечто поразительное. Преимущество цифровых денег признал и Федеральный резервный банк ЧК. Любой другой актив, который имеет стоимость, вот чем обеспечена, допустим, стоимость Твиттера, который недавно разместился и стоит 22 миллиарда. Но это капитализация бренда в чистом виде, а биткоин? А здесь биткоин – это тоже бренд. Это бренд, которому доверяют. Мы имеем дело с эквивалентом наиболее расхожего и востребованного продукта, который может производить широкое население земное без участия центральных банков. Через 10-20 лет, я могу смело утверждать, банков в современном виде не будет. Сейчас меняется все достаточно быстро. Это уже не вопрос десятилетий, это вопрос пятилетий. Вот что все дело. Это самая главная проблема. Они ни к чему реально не привязаны и ничем не обеспечены. Но в целом, как единицы расчета, как они там называются, коины или как они там, вот, ими можно пользоваться. Они все шире и шире распространяются, как какой-то эквивалент в каких-то сегментах расчета, наверное, возможно. Мы с председателем Центрального банка об этом говорили. Я знаю позицию нашего Центрального банка. Она очень обоснованная, профессиональная. Биткоин может быть легализован в России уже в этом году. В Государственную Думу поступил проект нового кодекса об административных правонарушениях, в котором, в частности, значительно изменена трактовка понятия «денежный суррогат». Напомним, что ранее Центробанк России в заявлении о 27 января 2014 года под названием «Об использовании при совершении сделок виртуальных валют», в частности, биткоин, прямо называет эту криптовалюту «денежным суррогатом» и предостерегает граждан и юридических лиц от использования биткоина. Это письмо стало поводом для преследования российских предприятий и предпринимателей, принимавших оплату в биткоинах со стороны надзорных органов, особенно прокуратура Российской Федерации. Новый кодекс поясняет, что именно можно считать денежным суррогатом. Примечания к статье 30.38 гласят, что суррогатом не могут считаться электронные деньги, выпуск и обращение которых происходит в соответствии с законодательством стран СНГ, Евросоюза, а также Великобритании. Если учесть, что в октябре прошлого года Европейский суд признал биткоин валютой, это уточнение фактически легализует биткоин и на территории Российской Федерации. По словам председателя Думского комитета по конституционному законодательству и госстроительству Владимира Плигина, законопроект может быть рассмотрен парламентариями в первом чтении уже в феврале. Для полной легализации криптовалют в России еще предстоит законодательно установить их статус, но трактовки нового кодекса говорят о значительном послаблении в отношении биткоина со стороны властей. Все это оставляет надежду, что запрета криптовалют, которого так упорно добивался Минфин, так и не случится. Минфин Минфин Субтитры сделал DimaTorzok